Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В неформально важном чаепитии с главой государства День СМИ Республики Абхазия. Бизнес как наука или секреты успешного дела. Тренинг-семинар для предпринимателей в Доме Москвы в Сухуми. И вновь мы начинаем КВН. Первая в новом сезоне игра Абхазской премьер-биби. Неформально важном. 27 февраля день СМИ Республики Абхазия. В связи с этой знаменательной датой, которая была учреждена в 2001 году указом первого президента Абхазии Владислава Арзенба, в администрации главы государства состоялась встреча президента Рауля Хаджимба с редакторами и представителями местных средств массовой информации. За чаепитием в неформальной обстановке президент поздравил журналистов. В последней, в свою очередь, рассказали Раулю Хаджимба о новшествах и проблемах журналистской деятельности в стране. Подробнее расскажет Илана Казанба. Это первая встреча президента Рауля Хаджимба с редакторами и представителями средств массовой информации Республики в подобном формате. В профессиональный праздник глава государства поздравил журналистов, отметив неоспоримую важность их работы. Для меня важно то, что вы даете информацию, информацию, которая заслуживает внимания наших людей. Она определенным образом сказывается, конечно, на умонастроениях наших граждан. Но мы говорили о демократии, о свободе. Она сполна у нас есть. Поэтому я думаю, что удивляться иногда всему тому, что происходит в нашем обществе, не стоит. Есть формы соответствующего взаимодействия. Есть соответствующие законы, которые должны регламентировать. Конечно, важно то, что журналистика абхазская имеет давнюю историю. А началось все в феврале 1919 года с выхода в свет первого номера газеты Абсне. Пресс-секретарь первого президента Абхазии Руслан Хашик рассказал, что именно от этого события отталкивался Владислава Арзенба, утверждая дату празднования Дня СМИ. В segundos, что все-таки электронные обществы было в России. Вот организму прост今. Мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Мы знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Это хороший стимул для журналистов, отметили присутствовавшие. Вот такая неформальная постановка, она дает понять, что руководство республики интересуется, хочет помочь по возможности всем газетам, которые издаются в республике. И каждый согласится, наверное, с тем, что, это уже мнение привожу тех же наших коллег из-за рубежа, из той же России, или когда они видят, что обилие газет, телевидения, сегодня телевидение практически в каждом районе, свое местное, крутят местные новости, передают на наше центральное телевидение. Они говорят, у вас очень хорошо. За такие статьи у нас бы давали бы срок, а вы пишите все, что хотите. Журналистика молодеет, отметила директор информагентства «Абхазии информ» Манана Гургулия. Особенно хочу отметить, что очень приятно, появляется целая плеяда молодых журналистов. Мы, вроде, по количеству и не так мало у нас журналистов, и все равно нам не хватает профессиональных кадров. И вот просто видно, очевидно, появляются молодые журналисты с хорошим пером, с хорошим глазом, которые делают интересные материалы. И очень хочется верить, что именно они, следуя этой преемственности, дальше будут развивать абхазскую журналистику, доносить до нашей аудитории те новости, которые есть в стране, и всем всего самого-самого доброго. Важно и то, что журналистика активно развивается в районах страны, считает заместитель генерального директора Абхазской государственной телерадиокомпании Рада Аргун. Журналистика – район Курдж, генеральный директора Абхазской государственной телевидении. В ходе неформальной встречи журналисты обсудили с главой государства самые разные темы. Многие отмечали хороший уровень сотрудников местных СМИ. Говорили и о важности активности Союза журналистов. Обсудили недавний конкурс, проведенный организацией, по результатам которого ряд репортеров были удостоены дипломов и денежных премий. Вместе с тем, отметил председатель Союза журналистов Руслан Хашек, нам есть к чему стремиться. Абсолютно у журналистов нет никаких льгот, ни в какой сфере. Государственной премии у них нет, льготы на отдых нет, льготы в социальных вопросах нет. Может быть мы найдем какие-то позиции с правительством и выйдем с предложением до формирования бюджета республики, чтобы, ну, мировая статистика говорит, что журналистская профессия вторая после шахтеров. И поэтому это действительно очень адский труд. Президент поддержал идею введения льгот для работников средств массовой информации. Встреча главы государства с журналистами длилась более часа. Мы также поздравляем всех коллег с профессиональным праздником, желаем творческих успехов и хороших новостей. Парламентарии и журналисты объединились. Положение о совместном конкурсе Союза журналистов Абхазии и Народного собрания на лучшее освещение деятельности законодательной ветви власти подписали сегодня председатель Союза Руслан Хашек и спикер парламента Валерий Кварчи. Основная цель творческого конкурса – привлечение СМИ к профессиональному и объективному освещению работы Народного собрания. Подробнее об этом Анастасия Никонова. До подписания документа спикер парламента Валерий Кварчи поздравил журналистское сообщество Абхазии с профессиональным праздником. По его мнению, представители СМИ оперативно и профессионально освещают многочисленные события, происходящие в Абхазии. Спикер убежден, что совместный конкурс, объявленный Союзом журналистов и парламентом республики, привлечет особое внимание к всестороннему и систематическому освещению работы Народного собрания, его комитетов и комиссии. Абхазии Никонова. Абхазия Никонова. В следующий eg fortsitude. в Абхазии Руслан Хашик поблагодарил спикера парламента за поддержку конкурса, отметив, что это показатель открытости работы Народного собрания. А подобная инициатива должна быть примером и для других ветвей власти. Руслан Хашик также отметил, что активная и свободная деятельность как государственных, так и негосударственных СМИ – хороший показатель для абхазского государства. Продолжение следует... Вслед за этим стороны подписали документ, который дал старт открытому конкурсу для работников СМИ, рассказывающих о деятельности законодательной ветви власти. С профессиональным праздником поздравил работников СМИ Абхазии начальник пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазии генерал-майор Дмитрий Юдин. В поздравительном адресе в частности отмечается, ваш творческий труд необходим и востребован. Он способен объединить и заинтересовать неравнодушных людей. От вашей компетентности и объективности зависит, получат ли люди достоверную значимую информацию, какие ориентиры выберут. Благодарим вас за долголетнее и плодотворное сотрудничество. Представлен президентом главу администрации Гагарского района Геннадий Сеченава представил коллективу во вторник, 27 февраля, глава государства Рауль Хаджимба. Напомним, его предшественником был Заур Бганба. Указ о новом назначении подписан 26 февраля. Репортаж Леонора Гелаян. Ранее президент Рауль Хаджимба в соответствии с нормами избрания глава администрации городов и районов обратился в Гагарское собрание с предложением рассмотреть кандидатуру Геннадия Сеченава на должность главы района. Это обращение было рассмотрено на собрании Гагарского района. Результаты голосования все вам известны. Подавляющее большинство голосов собрание утвердило кандидатуру. В дальнейшем в соответствии с процедурой уже указом президента закрепляется назначение главы Гагарского района. Назначить главой администрации Гагарского района Сеченава Геннадия Калистратовича. Президент Рауль Хаджимба. Город Сухум 26 февраля 2018 года. Глава государства в своем выступлении поблагодарил экс-главу администрации города Гагара Заураб Ганба. По словам президента, несмотря на обилие критики, сделано было немало. Честно вам скажу, я знаю этого человека, и он, и я, мы выходцы из одной системы. Надеюсь на его порядочность. Вопросов, которые требуют очень быстрого решения, которые потребуют и не просто решения, а зачастую и более жестких подходов, и это не должно никого будоражить. Другого просто выхода не будет. Поэтому я просил бы поддержать нового главу администрации. С благодарственными и отчасти напутственными словами к присутствующим обратился Заураб Ганба. Напомню, он руководил администрацией района с мая 2016 по январь 2018 года. Мы с вами сделали немало, но предстоит сделать еще много. Вам вместе с новым главой администрации, который знает город, он выходец из города. Я благодарен Раулю Джунковичу за тот период работы, который был, мы работали вместе. Все, что возможно было в моих силах, я сделал. Есть те вопросы, которые нужно делать молодому, молодым, уважением, молодым, удачей и в путь. С обещания оправдать оказанное ему доверие начал свое выступление назначенный глава района Геннадий Сеченава. Мы присутствующие здесь, руководители служб, актив города, жители района. Мы все любим наш город, переживаем за него. И поэтому только, если мы все вместе приложим все усилия для того, чтобы оказать городу и жителям благоприятные условия и возможности для того, чтобы осуществлять свободно те замыслы, которые у нас есть, я думаю, мы продвинемся вперед. Также Геннадий Сеченава подчеркнул, при наличии большого количества проблем, он уверен, что только совместными усилиями появится возможность поэтапно приступать к их решению. Геннадий Сеченава окончил среднюю школу номер 4 города Гагра по образованию инженер-технолог. С 1993 года по 2018 работал в рядах сотрудников Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Последние два года возглавлял Гагрский районный отдел СГБ. Эленора Гилаян, Рамо Камкия, Абаза ТВ. В состав Конституционного суда входят Нурит Аня, Людмила Хаджашвили, Рауль Хпантия, Тиана Пилия и Алиса Бегуа. Ну а заявление депутатов парламента Батала Табакуа, Дмитрия Адбара, Юрия Хагуш, Батала Айба и Рауля Лолу подлежит рассмотрению разрешению в порядке Конституционного судопроизводства Конституционным судом Республики Абхазия. К такому заключению пришел судья Верховного суда Генриго Мессония, которому было передано для рассмотрения административное исковое заявление группы депутатов парламента о признании незаконными парламентских постановлений, касавшихся избрания Алисы Бегуа, судья Конституционного суда. И еще о внутренней политике. Общественная организация «Женщины в политике» под руководством Ирины Агроба поддержала инициативу партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» и Общественной организации «Справедливая Абхазия» по внесению изменений в Конституцию страны о повышении нижнего возрастного ценза на избрание президентом Абхазии с 35 до 45 лет, а также верхнего возрастного ценза с 65 до 75 лет. Напомним, раннюю инициативу по внесению изменений в Конституцию поддержали Федерация независимых профсоюзов Абхазии и Общественная организация Айтайра. Продолжаем выпуск. Бизнес как наука или секрет успешного дела. Тренинг-семинар для предпринимателей Абхазии проходит в Международном культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме. При поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы для проведения двухдневных семинаров приглашена тренинговая компания «Экология разума». Город Краснодар, которая составила программу тренингов, охватывающих теоретические основы стратегического планирования в малом бизнесе. Ясным утром вторника многие абхазские предприниматели отложили свои повседневные дела и отправились за новыми зданиями в «Дом Москвы». Как начать бизнес с нуля или позаботиться об эффективном развитии уже функционирующего предприятия? Что необходимо для мотивации персонала на качественную работу? И какие нюансы определяют успех рекламной политики? На разъяснение этих и многих других вопросов направлен тренинг создания и развития собственного бизнеса. Полное название «Дом Москвы» — это Московский культурно-деловой центр. И мы в основном организуем достаточно много мероприятий культурного характера. Порядка 20 больших мероприятий, ну и так сказать, по ходу что-то еще. И вот сегодня мы начинаем новую такую как бы программу, поскольку у нас все-таки культурно-деловой центр, мы начали проводить такого рода семинары. Вот мне кажется, что правильнее всего начать с молодежи, начать обучающие вот такие вот семинары. Век живи, век учись. И на данный тренинг пожаловали в основном молодые бизнесмены, которые стремятся получить как можно больше прикладных знаний, чтобы опробовать их уже завтра на примере своего предприятия. Поддержать их пришел заместитель главы столичной администрации Леон Кварчи. В современном мире одним из основополагающих условий устойчивого экономического роста являются инвестиции в человеческий капитал. То есть это в образование, в умения, в навыки, в здоровье сотрудников, в их социальное положение и инновации. Сегодня наиболее развитые в экономическом плане страны развиваются в шестом-седьмом технологическом углане. И образование в них является одной из таких, наверное, основных кнопок социального лифта для любого сотрудника. Если говорить об образовании, то у бизнес-тренера их три – высших. Василий Птицын обладает опытом консультирования предпринимателей в девяти странах мира. Его семинары и занятия имели позитивный результат, в том числе и в обществах с особым менталитетом и жизненным укладом, к коим участники тренинга отнесли и Абхазию. В большинстве компаний в Абхазии не высказаны слабо очень, но из-за этого человеческий фактор, ментальность абхазская, она влияет на бизнес. Это то, что пытаются люди сказать. Вы не поверите, в каждой стране, в каждом городе мне рассказывали про у нас менталитет. У нас, правда, тяжелый случай. У вас, правда, тяжелый случай. Участие в тренинге приняли многие представители известных, эффективно функционирующих в республике фирм. Между тем и они отмечают, что знания и опыт не бывают лишними. Так как мы работаем в сфере туризма, для нас важны такие тренинги, потому что мы учимся, получаем информацию, так как он рассказывал нам управление своим бизнесом, поставка правильности формирования своего бизнеса, управление персоналом, качественное управление персоналом, получение. То есть в любом случае такие тренинги, они всегда эффективны. И я думаю, что надо в дальнейшем приглашать почаще таких известных людей, которые, ну, как вы понимаете, он работал не в одной стране, но в многих странах, и у него большой опыт работы в этой сфере. В наше время реклама становится одним из популярнейших направлений бизнеса. Конкуренция здесь с каждым днем растет и в Абхазии. Значит, специалистам этой сферы необходимо постоянно совершенствоваться. Так как я занимаюсь рекламой, хотела бы услышать что-то новое и применить это на деле. В подобного рода тренингах я участвую впервые, когда приглашенные специалисты, а так я выезжаю иногда на тренинги. А на тренингах местных организаций всегда практически принимаю участие. На примере рекламных кампаний, имевших успех мирового значения, Василий Птицын рассказал участникам тренинга о том, как правильно создать и раскрутить свой бренд. Знаете миссию компании Кока-Кола? Миссия компании Кока-Кола звучит так. Компания Кока-Кола создана для того, чтобы утолять жажду людей в любой точке земного шара. Как благородно, утолять жажду людей в любой точке земного шара. Кока-Кола самый раскрученный бренд на планете. 15% населения Земли знают, что такое Кока-Кола. Это самый дорогой бренд. 8 белых букв на красном фоне на сегодняшний день стоят 494 миллиарда долларов. Не секрет, что туризм является популярным и бюджетообразующим направлением в нашей стране. Семинар посетили представители Министерства по курортам и туризму республики. Являюсь начальником отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии. Соответственно, это напрямую связано с развитием туризма. И такого рода тренинги, они безусловно полезны. Пополнить багаж знаний бизнесмена можно 27 и 28 февраля. В Доме Москвы ждут всех желающих. В продолжении экономической темы. Со дня опубликования списков должников Сбербанка погашено 518 тысяч рублей. Об этом в интервью информационному агентству Абхазии Информ рассказал председатель Национального банка Республики Абхазия Беслан Барателли. «Однозначно утверждать, что это произошло только благодаря опубликованию списков, я бы не стал. Работа с кредитным портфелем, возврат задолженности, в том числе и считающиеся безнадежны – одно из важнейших направлений деятельности Временной администрации Сбербанка. За этот период их усилиями было возвращено 25 миллионов рублей», – отметил глава Национального банка Абхазии. Парламентская группа по поддержке послов доброй воли Абхазии создана в Совете Федерации. В Москве прошла пресс-конференция, посвященная созданию парламентской группы по поддержке благотворительного движения послы доброй воли Абхазии, которая занимается реализацией гуманитарных проектов на территории республики. Заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев выразил поддержку благотворительному движению и призвал коллег-сенаторов поддержать гуманитарные проекты послов доброй воли. И вновь мы начинаем КВН. Первая в новом сезоне игра Абхазской премьер-лиги клуба веселых и находчивых прошла в формате фестиваля «Без оценок и победителей». В ней приняли участие три команды из Абхазгосуниверситета, три городские команды из Гудаута, Чемчиры и Ткварчала, а также две команды школьников из Чкерда и Пакващ. Остроумные зарисовки, шутки на злобу дня, пародии на знаменитости, все, за что зрители любят КВН, был в этот вечер на достойном уровне, что отметили и члены жюри. А судя по реакции зала, Абхазия успела соскучиться по самой популярной юмористической игре в мире. Репортаж Надежды Боровиковой. Абхазская лига клуба веселых и находчивых была создана в 2006 году, когда успех нартов из Абхазии, высшей лиги КВН, стал предметом национальной гордости. А сами КВНщики – примером для подражания. Играть в КВН тогда стало модно. Почти в каждой школе, на каждом факультете была своя команда. В Остроумии соревновались в городах и районах. Лучшие команды затем боролись за республиканское первенство. Со временем абхазское движение КВН пошло на спад. Уровень команд снижался, игр проводилось все меньше. И в конце концов, в 2014 году Абхазская лига КВН прекратила свое существование. Но прожить без КВН больше трех лет Абхазия не смогла. Бывшие КВНщики, а теперь генеральные продюсеры нового проекта Михаил Гагулия и Михаил Цкуа возродили традицию, создав абхазскую премьер-лигу КВН. На душе у нас боль была, потому что КВН закончился. Мы все-таки начинали с этого всего все. И то, что этот процесс как-то завершился. Но я не мог себе простить, что вот так вот в Абхазии КВН закончится. И Михаил тоже поддерживал меня в этом. Мы решили рискнуть, и это получилось. Опять-таки зрители решили. Огромную благодарность хотелось бы сказать Грицинскому реликтовому национальному парку, Новофонской пещере и в заводу, в Вино и Воды Абхазии, магазин бытовой техники 30 секунд и интернет-провайдера Нью Афон. Эти организации тоже стали рядом, помогли, поддержали, чем смогли. И благодаря нам всем и им мы как-то запустили этот проект, и надеюсь, что он будет иметь продолжение. Первая в сезоне встреча – фестиваль открытия, без оценок и победителей. Задача ребят – познакомиться друг с другом, освоиться на большой сцене и произвести первое впечатление на зрителей и жюри. В нашу творчали самое маленькое население. Неправда! Смотрите, сколько нас! Мы здесь! Болельщики наши здесь! Стой! Если мы здесь, они здесь, вы город на кого ставили, Юра? Вы хоть закрыли его под ключ? А, закрыли? А, вы молодцы тогда. Ключ под ковриком, да? Все. В новой премьер-лиге пока участвуют 8 команд. Своих юмористов подготовили Гудаута, Ачамчира и Ткварчал, а также села Пакуаш и Чгярда. Абхазский государственный университет был представлен аж тремя командами. Именно студенты считаются самыми опытными и продвинутыми в КВН, ведь играть в него они не переставали никогда. Мы не жили без КВНа. Мы в Агу, у нас есть своя лига КВН, мы там играли. Как бы до этого я не участвовал в КВН, я пришел в Агу, там участвовал в нашей лиге, и тут вот Абхазская лига наконец-то запустилась, и мы пошли в сезон. Если проанализировать шутки в Абхазском КВН, получится срез наиболее злободневных для общества тем. Исходя из фестиваля открытия, молодежь Абхазии в большей степени волнует политика, медицина и образование. Шутки на тему выборов, чиновников и коррупции звучали чаще остальных. Я счастливый, как никто, у меня домой стук стой, жизнь моя прекрасная, я миром кишмария. Проект будущего для Гудауты. Аллюзии на тему индийских фильмов, звезда проекта «Ты супер?» танцы Леон Кабба и талисман команды из Джгерды, настоящий Сандро из Чигема, сделали эту игру незабываемой. Несмотря на все трудности подготовки, молодые юмористы смогли устроить настоящий фестиваль КВН. На самом деле мы, да, сельская команда, и нам было сложно, потому что здесь команды высшей лиги, выступают команды, которые уже имеют небольшой опыт, окушники, так сказать. Но мы, школьники, тоже как-то старались, думаем, что нормально выступили. На самом деле это просто невероятные чувства, такие эмоции. Я участвовала в КВН, в Гудауте, когда училась в детском классе. А если честно, не хватало этого эти три года, и я очень рада, что сейчас я поучаствовала, и мне было безумно приятно представлять наш город, наш район. Отбор команд в премьер-лигу еще не завершен. Продюсеры проекта приглашают всех, кто желает принять участие, отправлять заявки на страницы Абхазской лиги в соцсетях, или обращаться по номеру 766-66-36. Наши двери открыты, и вдруг, если кто-то захочет подать заявку, чтобы участвовать в Абхазской премьер-лиге, мы проведем кастинги, редакторские просмотры. То есть, если команда реально подходит по уровню, мы можем ей чем-то помочь. Добро пожаловать, милости просим. Члены жюри поздравили ребят с удачным стартом нового сезона Абхазской премьер-лиги и с радостью отметили, что в стране достаточно кадров для продолжения славной традиции Абхазского КВН. А чемчирскую команду похвалили за профессионализм. Когда во время выступления пропала музыка, дети не растерялись, и как настоящие артисты продолжили выступление. Подкварчалцы удивили актерским мастерством. Естественно, вначале была нервозность. Нервозность у меня, наверное, то, что я видел, чувствовал все это, что они первый раз переживают. Но они настолько достойно все это сделали для первого раза. Я свой первый раз просто вспоминаю, я даже не хочу вспоминать его. То есть, это намного круче, чем что было у нас в первый раз. И ребята молодцы. И, конечно, я уже выделил команду из Кварчала, потому что по юмору, может быть, слабее. Но есть еще момент отыгрыши и поведения на сцене. Вот меня взяло, конечно, это. То есть, они были не просто в своей тарелке, они... То есть, это из разряда, когда команда какую-то не очень смешную вещь может очень хорошо зрителю продать. Полную видеозапись фестиваля «Открытие» осуществила продакшн-студия Джанат Сурцумия. Премьера и последующая трансляция игр Абхазской премьер-лиги КВН состоится эксклюзивно на телеканале Абаза ТВ. А в конце года будет названа лучшая команда КВН Абхазии в 2018 году. Надежда Боровикова, Рама Камки, Абаза ТВ. Завершение выпуска о погоде. В среду, 28 февраля, в столице Облачно. Временально возможен дождь. Температура воздуха днем 16, с ночью 6 градусов выше 0. А на этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова